Вы просто уже снимаете. А если вы, понимаете, вы вырубили лес, если запасы не подтверждаются? Например, да. Пример вот. А вы смотрите, вы всю соку. Дело в том, вот это верховье реки Кневичанка. Там все притоки забиты, засыпаны скальниками. Проблема природопользования актуальна для Приморья как никогда ранее. И на нее реагируют не только ученые и местное население, но и власть. Буквально накануне губернатор Приморья приехал с проверкой в Надеждинский район. Андрей Тарасенко осмотрел производственную площадку крупной российско-китайской компании, получившей лицензию на геологическую разведку и добычу каменного угля на этом участке еще несколько лет назад. По проекту инвесторы должны были провести исследования на территории, и только убедившись, что там есть ликвидные запасы угля, приступить к добыче. Однако оказалось, что сопка Соловий-Ключ на сегодняшний день полностью вырублена, тогда как разрешение, на которое ссылается руководитель предприятия, касается только вырубки небольших участков по строительству объектов для геологоразведки, дорог, просек, линии электропередач. Представители предприятия даже не обратили внимания на упреки губернатора, лишь отметив порядок в своих документах. Пора уже возвращаться в нормальную систему жизни. У нас документы все в порядке. Ранее Восьмой канал уже освещал проблему неблагородного лесопользования и практически уничтоженного лесного фонда в Приморском крае. Этой проблемой занимались компетентные специалисты и ученые из биологопочвенного института ДВО РАН. Кроме того, к привлечению общественного внимания по этой проблеме присоединился целый ряд журналистских изданий, как региональных, так и федеральных. А вышеупомянутые ученые опубликовали официальную петицию с громким заголовком «Не дайте уничтожить уссурийскую тайгу». По разным оценкам разных специалистов, деловой древесины такого хорошего леса в Приморском крае осталось всего на 5, максимум, может быть, 10 лет. Это самый максимум. А вообще прогнозы – это 3-5 лет. Позже глава региона отреагировал на научные изыскания и общественный резонанс. Андрей Тарасенко дал исследователям ответ по электронной почте, который был переадресован вице-губернатору Андрею Костенко. «Прошу данный материал учесть в написании общей стратегии развития лесного хозяйства и края», сообщил глава края Александру Костенко в ходе деловой переписки. После проверки угледобытчиков глава Приморья поручил краевому департаменту лесного хозяйства изучить законы с проведенных компаний работ, отметив при этом, что губить природу под видом реализации инвестпроектов недопустимо. Это событие, как и тот факт, что краевая власть заинтересована в сохранении природных богатств Приморья, дает надежду тем, кому не безразлично будущее региона. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.